Лето бабье. Итак, сказка 80-я. В это же время Гром с незнакомкой зашли в кондитерскую. Уютно расположились в креслах за столиком у окна. Выбирайте, что пожелаете. Благодарю вас. Давайте познакомимся. Ясен поднялся и с поклоном сказал. Гром! Нет, я не слышала. Небо вроде чистое было. Вы не поняли, а? Я Гром. Имя у меня такое. Да? Ничего себе, а я-то... Она зажала руку, рот и захихихла. Простите меня. Все хорошо. Это нормальная реакция. Еще никто спокойно не реагировал. Красиво. Гром. Вы сами похожи на грозовую тучу. Такой огромный. Это точно. Подошла официантка. Пожалуйста, пломбир с малиной и кофе. Может, пообедаем полноценно. А? Да? Давайте. Ведь я тоже проголодалась. Тогда рыбу с овощами и кусочек хлеба. Ну и тот десерт. А мне, пожалуйста, солянку двойную. Бифштекс, розбиф, тушеную капусту. Лаваш, салат со свежими овощами. Какао, ромбабу, кекс, творожный и пломбир. Двойной. Ха-ха-ха-ха-ха. Все посетители кафе глянули в их сторону. Смех громом не оставлял равнодушным даже птиц в лесу. Что уж говорить о людях. Я могу вам помочь принести еду. Обратился громко к официантке. Благодарю вас. Это моя работа. А вы так и не назвали своего имени. Анна? Да, царское имя. Ой, что вы. Хотя меня порой заносит. Так вы осторожнее, Анна. А то вдруг не вернетесь обратно. Гордынь такая. Мудро. Они немного поговорили. Так, о пустяках. И принялись за еду. Гром с удовольствием наворачивал. А Анна из-под лобья наблюдала за ним. Анна, я чувствую ваш взгляд. С полным ртом пробуднил Гом. Простите, я непроизвольна. Вы очень необычный мужчина. Так я же дикарь лесной. А я подумала, вы байкер. Или священник. Ну ничего, у вас разница. Внешне очень похожа. И на того, и на другого. Живу я в лесу уже больше тридцати лет. К людям выбираюсь один раз в несколько лет. Нет, в соседней деревне чаще. Ну там, за всякой мелочью для дома. Тридцать лет? Вы что, с младенчества в лесу живете? Вы что, на четвертом десятке покинул мир людей. А я подумала, вам лет сорок? Спасибо. Я ведь много двигаюсь. Живу в ладу с природой и ее обитателями. Даже сахар только в гостях у деревенских с чаем. А так мед дикий добываю. Вот это да, диковина. Гром улыбнулся. Губы его были под усами. А вот прищур глаз выдал искренность. Вы хоть и огромный, но очень обаятельный. Сила ваша, как бы сказать, такая обволакивающая. Благодарю вас, Анна. Он привстал и поклонился. Что вы? Анна, я всегда отвечаю взаимностью. Это моя натура. Я ведь дикарь. Ха-ха-ха. Он засмеялся. Они пообедали. Анна пригласила Грома в кино. Он с удовольствием, проявив детскую непосредственность, согласился. Ближе к вечеру Гром проводил свою новую знакомую до дома и пошел к своему пристанищу пешком. Город обновлял чувство Грома светом ярких фонарей, иллюминацией, разговорами прохожих, небом, в котором не было звезд и непрекращающимся гулом. Ночью он долго не мог уснуть. Мысли носились роем в его голове. Вдруг он представил свой лес, его покой и благодать. Растворившись в воспоминаниях, он, наконец, заснул. Магия ночи сделала то, что должна. Город спал. 20 часов 46 минут. Ночь четвертой, двенадцатый, девятнадцатый год. Продолжение следует. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, звоните в колокольчик. Всего доброго. До встречи.